Вечером 1 октября небо над Израилем озаряли иранские ракеты. Тегеран запустил более 180 ракет, в том числе баллистических. Большая часть из них была перехвачена. Как заявили в Иране, такой массированный ракетный удар был ответом на убийство лидерах Избала Хасана Насралы и лидера радикального исламистского движения Хамас Исмаила Хании. Как пишут израильские СМИ, ракетные обстрелы велись несколькими волнами. Всё это время жители страны скрывались в бомбоубежищах. «Мы просто забежали в убежище и спрятались там. Это было очень страшно. Мы не могли такое предвидеть. Я вижу, куда идёт эта война, и мне от этого не по себе. Я надеюсь, всё будет хорошо». Одна из ракет разрушила здание школы в посёлке Гидера в центральной части Израиля. 2 октября в разных частях страны люди находили обломки упавших ракет. На западном берегу реки Иордан при падении обломков ракеты был убит человек. Власти в Иерусалиме пообещали ответить за эту атаку. «Иран совершил большую ошибку, и он за неё заплатит. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и мстить нашим врагам. Этого не поняли Синвар и Дейв. Этого не поняли Насрала и Мохсен. Видимо, в Тегеране есть те, кто тоже этого не понимает. Но они поймут. Мы будем придерживаться установленного нами правила. Если на нас нападают, мы нападём в ответ». Тегеран, в свою очередь, предостерёг Израиль от ответных действий, пригрозив ещё более мощным обстрелом. «Если сионистский режим, который дошёл до безумия, захочет продолжить подобные преступления, сегодняшняя операция повторится с ещё большей интенсивностью и будет направлена на всю инфраструктуру режима». Накануне вечером на иранском телевидении показывали, как запускались ракеты в сторону Израиля. Сторонники режима собрались в центре Тегерана, чтобы выразить свою поддержку атаке. При этом их эйфорию разделяют далеко не все. Всё больше голосов в Иране выражают обеспокоенность перспективой полномасштабной войны с Израилем. «Я очень беспокоюсь, потому что если Израиль примет ответные меры, это приведёт к обострению конфликта. Все беспокоятся об этом». Озабоченность выражают и израильтяне. «Возможно, это не самое популярное мнение, но для меня ясно, что моя безопасность связана с безопасностью граждан в соседних странах. Пока не будет обеспечена их безопасность, не будет обеспечена и моя». Напомним, что Иран впервые напрямую атаковал Израиль в апреле этого года. Тогда Тегеран запустил более 300 дронов и ракет в сторону израильской территории. А поводом для атаки стал удар Израиля по зданию иранского консульства в Дамаске. Обострение конфликта на Ближнем Востоке обсудим с экспертом-востоковедом Русланом Сулеймановым. Вы его видите на своих экранах. Руслан, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Руслан, в одном из своих интервью вы говорили, что Иран действительно совершит удар по Израилю, но это будет ограниченный удар возмездия. Вчерашняя атака – это и был такой удар, на ваш взгляд? Я полагаю, что да. Если исходить из тех возможностей, которые, в принципе, имеются у Исламской Республики, то Иран, как минимум, мог направить гораздо большее число ракет. Но он не сделал этого. И Тегеран не ставил перед собой цели, скажем, добиться большого числа жертв среди израильтян или даже как-то уменьшить боевой потенциал израильской армии. Главная цель была создать такой эффект масштабирования, привлечь внимание к этой атаке, проявить некоторый символизм, что ли. Потому что для Тегерана важен сам факт возмездия, но не какая-то большая горячая война с Израилем, с большим количеством жертв. Иран понимает, что он не в состоянии нанести какой-либо серьезный ущерб израильской армии. Руслан, газета New York Times сегодня писала, что новый президент Ирана Пизишкиан, который на полях Генассамблеи ООН неожиданно, прямо скажем, для многих говорил о мире, вообще не был проинформирован об атаке до начала ударов. Якобы атаковали Израиль в ВВС корпуса стражи Исламской революции, а не регулярной армии. Поэтому издание считает, что это говорит о расколе в руководстве Ирана. С другой стороны, Пизишкиан назвал вчерашнюю атаку решительным ответом на израильскую, цитирую, агрессию. О каком расколе тогда пишет New York Times? Пизишкиан – часть системы. И даже когда он шел на выборы в качестве реформатора, единственного реформатора, которого допустили на президентские выборы в Иране, он противостоял пяти консерваторам и все равно победил. И вообще он не был каким-то ярким, популярным политиком. Он демонстрировал лояльность верховному руководителю, Рахбару, и для него это важно. И когда происходят вот такие события, он не может выступить против, он не может как-то раскритиковать корпус стражи Исламской революции, во всяком случае, публично. Хотя внутри, очевидно, есть дискуссии, и были, и будут споры по поводу того, какую внешнюю политику продвигать Исламской республике. Пизишкиан многократно, публично выступал за сближение с Западом, за диалог с западными странами, за выход Ирана из изоляции. Но так называемые ястребы, мягко говоря, с ним не согласны. И они настаивают на таких очень жестких мерах, что продемонстрировали события минувшего вечера, что продемонстрировали события в апреле. А до этого, не будем забывать, была беспрецедентная атака Ирана по Пакистану. Никогда прежде в истории Иран не атаковал пакистанскую территорию. Это следствие укрепления вот этих ястребов. И Пизишкиан не может, повторюсь, публично уступать против них. Но при этом какие-то разногласия все равно сохраняются в иранском истеблишменте. Показатель тому, скажем, отставка Мухаммада Джавадзарифа, члена кабинета Пизишкиана, который в свое время был министром иностранных дел, который был одним из архитекторов ядерной сделки между Ираном и Западом. И это вот показатель того, что не все, мягко говоря, согласны с вот такой жесткой линией. Но неудивительно, что Пизишкиан мог не знать об этой атаке. Таких примеров было немало. Был эпизод, например, когда правительство и Министерство иностранных дел, в частности, не поставили в известность о визите президента Сирии Башара Асада в 2019 году. И тогда Зариф, кстати, тоже подавал в отставку и тоже вернули на пост министра иностранных дел. И последнее скажу, самый показательный пример за два с половиной года – это, конечно, продажа вооружений российской армии. По сути, военная поддержка Кремля в его агрессии против Украины. Об этом тоже дипломаты не были поставлены в известность. И в Иране многие об этом знают. Руслан, Израиль сейчас открыл второй фронт в Ливане. Первый, как известно, в секторе газа. Каким может быть его ответ Ирану, учитывая сегодняшние слова Нетаньяху о расплате? Слова о расплате, о возмездии звучали и тогда, в апреле. Но все-таки Израиль, как считают многие, показал гораздо более сдержанный удар, ответ на иранскую атаку. Вашингтон, который сейчас ведет консультацию с израильской стороной, явно не заинтересован в нарастании эскалации. Джо Байден желает представить себя миротворцем, человеком, который все-таки принесет мир на Ближний Восток. Добьется какой-то сделки по газе. Поэтому я полагаю, что ответ Израиля последует. Но, опять же, это будет такой осторожный ответ. Скорее всего, какие-то акции, диверсии внутри Ирана. И у Израиля есть такие возможности, что, опять же, мы наблюдали в апреле. Руслан, большое спасибо. Я напомню, что на связи со студией был востоковед Руслан Сулейманов. Напомню лишь, что сегодня израильский МИД объявил генсека ООН Гутерриша персоной Нонграта и запретил ему въезд в страну. Как заявлено из-за отсутствия осуждения иранской атаки. После атаки Ирана генсек ООН осудил эскалацию конфликта и призвал прекратить огонь. Ни Иран, ни Израиль Гутерриш при этом не упомянул. В израильском Цахале заявили, что атака Ирана была направлена на убийство тысяч гражданских лиц после ликвидации в Тегеране союзника Ирана, лидера радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании. Израиль готовился к ответному удару. Одним из приоритетов в израильской обороне была и остается сложная многоуровневая система ПВО, которая смогла защитить жителей Израиля во время вчерашней атаки. Эта система разрабатывалась десятилетиями после войны в Персидском заливе и получила название «Железный купол». Апрель 2024 года. Первая массированная атака Ирана по территории Израиля. Тегеран запустил более 300 беспилотников и ракет, включая баллистические. Для израильских ПВО это был серьезный вызов. Но армия обороны Израиля сообщила, что 99% из них были перехвачены. Как же им это удалось? Все дело во многоуровневой системе противоракетной обороны. Ракетные установки на этом грузовике представляют собой первый уровень – «Железный купол». Эта система ПВО противостоит тактическим ракетам малой дальности. Ее разрабатывали при содействии США и ввели в эксплуатацию в 2011 году. С тех пор «Железный купол» перехватил тысячи ракет. Следующий уровень – системы многоуровневой противоракетной обороны «Проща Давида». Это одна из ведущих систем ПРО в мире, которая способна перехватывать ракеты с дальностью пуска от 40 до 300 километров. И последний уровень – противоракетные комплексы «ЭРО» или «ХЕЦ» на Иврите. Эти комплексы могут перехватывать ракеты на высоте до 100 километров, в том числе баллистические ракеты средней дальности. При этом обеспечение работы всей системы ПВО связано с большими расходами. Стоимость одной противоракеты «ХЕЦ» составляет от 2 до 3,5 миллионов долларов. По сообщениям СМИ, для отражения иранской атаки использовались 110 таких противоракет, что предполагает траты в 385 миллионов долларов. А вот ракеты из системы «Проща Давида» стоят около миллиона долларов за штуку. Таким образом, использование этих ракет для отражения атаки Ирана стоило Израилю от 550 миллионов до миллиарда долларов. В обороне Израиля есть еще один важный уровень – это израильский ВВС – ключевой элемент оборонного потенциала ЦАХАЛ. В дополнение ко всему этому разрабатываются новые виды оружия. Например, таксическая система ПРО «Железный луч», которая использует луч волоконного лазера. Одной из главных целей наземной операции ЦАХАЛа на юге Ливана называется возвращение домой 60 тысяч человек, перемещенных из приграничных районов со стороны Израиля. Не исключается, что для этого израильские военные постараются создать буферную зону на юге соседнего Ливана, чтобы синизить вероятность ракетных ударов ливанской Хизбаллы. Однако некоторые эксперты опасаются, что такие действия Израиля могут привести к бессрочной оккупации приграничного региона. По сообщениям ЦАХАЛ, на этих кадрах первые результаты наземной операции на юге Ливана. Израильские военные заявляют, что достигли объектов Хизбаллах, включая сеть туннелей, где хранится масса оружия. Цель ударов Израиля по боевикам в том, чтобы 60 с лишним тысяч беженцев смогли вернуться в израильские города на границе с Ливаном. Они практически опустили после того, как в прошлом году боевики Хизбаллах начали обстреливать Израиль. Финансируемые Ираном боевики выступили в поддержку террористов Хамас, которые атаковали Израиль 7 октября прошлого года. Однако история противостояния между Хизбаллах и Израилем насчитывает десятилетия. По итогам последней войны Израиля с боевиками в 2006 году была принята резолюция ООН. В ней содержится призыв к созданию 30-километровой демилитаризованной зоны между границей Израиля и Ливана и рекой Эль-Литани. В течение многих лет там размещались миротворцы ООН, пытавшиеся создать буферную зону между двумя сторонами. На прошлой неделе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху напомнил Генеральной Ассамблее ООН, что буферная зона часто нарушается. В течение 18 лет Хизбаллах вероломно отказывалась выполнять резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, согласно которой она должна отвести свои силы от наших границ. Долгие годы Хизбаллах наращивала свой потенциал на юге Ливана, создавая военную инфраструктуру с обширной сетью туннелей, как видно на этом видео, выпущенном радикальными исламистами. В Цахал заявляют, что наступление на группировку боевиков будет ограниченным. Эти локальные наземные рейды направлены на объекты Хизбаллах, которые угрожают израильским городам, кибуцам и поселкам вдоль нашей границы. Хизбаллах превратила приграничные ливанские деревни в военные базы, готовые к нападению на Израиль. Теперь, когда израильские войска вошли в Южный Ливан, неизвестно, как долго они будут там находиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok